Олег Алекс обвинил Министерство инфраструктуры и регионального развития в некомпетентности. По его словам, тарифные расчёты ведомства вызывают много вопросов. Перевозчики предупредили, что не могут поддерживать транспортные маршруты в этой ситуации с учётом постоянного роста цен на топливо. Наше министерство уже почти полгода подсчитывает эти цифры. Сначала даёт один расчёт, потом даёт другой расчёт, сейчас вот даёт третий, и мы не знаем, что ещё они будут делать. Хотя предполагается, что в нашем министерстве есть большинство специалистов по транспорту. А теперь представьте, что в премарии должны быть специалисты по транспорту, или их нужно будет нанять. При этом министр не хочет ничего подписывать. Он хочет быть министром, но не брать на себя ответственность. Президент Асоциации работодателей автомобильных перевозчиков также обратил внимание общественности на тот факт, что власти прибегли к практике запугивания некоторых водителей, которые участвовали в акциях протеста. В самом министерстве подчёркивают, что новый тарифный план ещё обсуждается, и решение по этому поводу будет принято позже. Документ находится в процессе консультации до 28 января, и в данный момент мы ведём переговоры с перевозчиками и представителями органов местной публичной администрации. Когда у нас будет решение, мы объявим об окончании этих консультаций. Более того, министерство не может допустить необоснованных тарифных злоупотреблений. На днях Министерство инфраструктуры и регионального развития установило новый тарифный план. Так, для второй категории комфорта предлагается повысить тариф на регулярные международные перевозки с 60 до 70 банов за километр на одного пассажира. Для первой категории комфорта тариф увеличится с 70 до 80 банов. Что касается пригородных пассажирских перевозок, то министерство предлагает увеличить тариф на 90 банов один лей. Ставка на первую категорию комфорта может быть применена только после получения классификационного аттестата.